Валерий Константинович, иметь своё абрикосы, вас побудило заняться садоводством? У меня особая, в этом мире у меня особая роль. Это надо специально рассказывать, это надо ещё отдельную книгу писать. Я в этом мире ни разу не поступил по собственной инициативе. Всё было вопреки. Какая-то шла система от поступка к поступку, от поступка к поступку. Всё только у виска крутили, когда железо, которого считали самым перспективным инженером на рискнике, то, что сейчас называется. Бросил всё, уехал в мастер на сианский алюминиевый завод сюда. А зачем? До сих пор понятие было. А тут было плохо на заводе. Работал, нервы мотал. Я там на риске была дисциплина такая, всё, по сумке ходили. И у меня в том числе. А здесь пуск, бардак, дичайший. Вымытанные нервы. А отдыхал где? В саду. Вот вам ответ. Крапивин. Здравствуйте, Валерий Костянович. Где хотел бы заказать? Лесная красавица. Может, мраморное вообще нет памяти. Вы знаете, апорты уже на окончании. Жигулёвского нету. Лоба нету. Ну, всё, чего нету. Сувенир, богатырь, Венгер, КС, Сувенир, ЕС, Старт. В общем, у меня осталось где-то по одному-два серенка. Или вообще кончились. Вот сейчас до сих пор сергей не нарезал. А ему преимущество. Понимаете, он возьмёт серенок, сделает с него пять прививок. Вот на этом заработает от 5 до 10 тысяч. То есть одна веточка вот такая. С пятью прививками. У нас же мощная просто. Тоже абрикос, да? Пять. Если пять пойдёт, значит, получится пять саженцев. Это от 5 до 10 тысяч. А я вам ветку продаю за 200 рублей. Получается невыгодно. А он мой сын. Я сказал себе, потерплю. Сейчас он закончит нарезать. А он ещё не успел. Он запасменом работает. Закончит нарезать. Вот сейчас, может быть, я даже прекращу принимать заказы. И подожду. Вот закончится я по углам. Тут найду, там найду. Тут 10 веточек срежу. Тут 2. Вот таким вот образом. Вот. Понятно, что вы заказали. Это всё супер сорта. Это всё элита. Вот. Жубровского точно не будет. Лоба не будет. Лоба вообще просто не вродилась. Лимонтка тоже. Сувениры сейчас 3 или 4 веточки. Венгерки достаточно ещё 10-20. Академик есть. Паина есть. Ну, что-то есть. Ну, вот мраморные, нету груши. Памятяк, я сейчас и не вспомню. А порт с крово-красным оставалось один или ноль. В общем, хреново дело. Давайте так. Разбираться буду завтра. От вас пока заказ присылайте, Сергей. Вот. Не сюда, а на мой электронный адрес. Хорошо? Овощи и вишня. А, овощи и вишня. Если косточки есть, даже веточки нарезают. Удивительное дело. Нашёлся те, которые веточку овощи и вишни заказал. Я на всех случаях штук 8 на всю зиму срезал. Зоя Юрьева. Объясните мне, почему нельзя весной всегда чернок сразу пить? Колеса можно. Видите, всё в делу. Непредсказуемая. Зима. Я профессионал. То есть, я фермер. Это моя работа, это мой хлеб. И мой престиж. Я должен вам доставить черненьки идеального качества. Я привык купаться в этих спасибах, в этих благодарностях. Потом купаться в ваших фотографиях с плодами. Это моя жизнь. Это моя роль в этой жизни. А теперь представим себя, когда я так же начинал. Ну вот, я не успел. Пришла весна. Я подхожу к дереву. А это наши были. Неудачи у меня были. Особенно первые годы. Срезать надо. Я вижу подмёрзли. Уникальный случай, который меня научил. Крупнейший абрикосовод России, крупнейший из Воронежской области. Присыл мне черненьки абрикосов. Шли они, как обычно, в те годы две недели. Вот я смотрю, все почки не просто мёртвые, а чёрные. Я звонил, ну как же так, это самое, вот, случилось. Ответ был, видимо, не первый, не последний. А как ему отвечать? Надо, как, упрёк на упрёк. Представляете, ответ. А что вы хотите? У нас в ноябре зимы не было плюс. В декабре плюс. Это Воронежская область. В январе плюс, а потом минус 20 и всё. Кстати, а что, то есть, а деньги-то он не собирался возвращать? Естественно. У меня был напарник. Мы скинулись. Приходит эта посылка с чёрными почками. Он сидит рядом, надутый весь. Вот. А организовал-то я. Ему. Вот с чёмушек. И мне. Вот. И вот лежат коробка с этими, пришлась с чёрными мёртвыми. Он сидит надутый. А он же половину денег отдал. Вот. Что мало это самое. Чуть-чуть не я его обманул. Дружба кончилась. Он потребовал половину денег, я ему отдал. А я остался с мёртвыми чёрными, и научился. С тех пор я режу. Только стабильная зима Полный сон у деревьев Дожидаюсь 15-20 градусов И не один день Недели две И в этот момент режу Я обеспечиваю прекрасно Спасибо, есть мешки те же мусорные Плотные, хорошие мешки Торцы замазаны Хранение в погребе или в холодильнике И весной вы видели мои саженцы Видели приживаемость под 100% То есть меня это устраивает А возьмем Допустим Сейчас еще декабрь И я бы вот Наши этой Валентине Антипов Вот последние Нет, не так Ага, Зоя Юрьевна Юрьевой Я бы посоветовал не рисковать После того, когда я привел Такой пример выброшенной деньги А потому что большая часть России Это так же, минус 20, всего не нарезали А я нарезал, сейчас Сергей режется Мало ли все завтра будет Ну тут хотя бы Сибирь уже плюсовой можно не ждать А у вас бах, плюс 10 И все, они проснутся Потом мороз их убьет А весной вы будете срезать, даже не подозревая об этом Ветки с мертвыми почками То есть я противник С дерева на дерево То есть резать сразу и плевать Вот, это перестраховка Можно рискнуть и оказаться в плюсе Не заморачиваться, подойти Я так делал Отрезал, привел, отрезал, привел Это нормально Пока, правда, пока спят, естественно Никогда проснулись Ну, как мог, объяснил Так Спасибо Где можно заказать червяки волосы и вишни У меня, где, естественно И можно ли привить волосы и вишни На Владимирскую Все можно Другое дело, зачем Вот ведь вопрос Возьмите с косточек Сразу Вместо одного червяка Там 10, 20, 30 косточек Знаете, я убедился В необыкновенной Схожести именно Косточек Которые Когда-то мы Нарисиане Первый урожай получали В июле И мы жрали, жрали, жрали Выплевывали Тут же по дереву Схожесть была такая Что буквально сразу Сидиные сходили То есть Даже не заморачивались То же самое Происходило и С этими самыми С Лисиной В скобках Вудуком Лизаторы Всходят Лизаторы Всходят И весна Естественно Всходят А вот когда Стрельфицируешь Бывает раз Лисина Стрельфицировала Она не Не взошла Я не знаю Сколько надо Ее Говорю Сойдите под зиму То есть Обзойдет А взойдет ли После Стрельфикации Я сейчас Не знаю Вот так и тут Например Вы как пишите Хочу Черенки Волочной Вишни Ну придется вам Пройти через все это Привительно Владимирскую Дать урожай Ну сделайте Тогда параллельно И вы все Закажите В веточку Одно Две Три Ну заодно И это И косточек Потому что Все это И деньги И затраты И время Когда-то Все вернется Так как Все вернется Так Ну что Мы закончили Сегодня Да Все Больше Никто не пишет Сегодня Как-то Народ Поспокойнее Помните Там Целый час Не давали Это Закрытие Трансляцию Помните Было дело Ну все Давайте Друзья Заканчивать Вот Пока Никто Не написал Ничего И Наверное Еще раз Попрошу Тех двоих Кто Мне не добрался До меня Попробуйте Еще Заказать Кому Что надо Поверьте Мне Я Никому Нарочно Не отказывал Вот Я знаю Что я двоим Не ответил Видел Что Попросили Каталоги Или Даже Сразу Присали Заказ А я Ответить Не успел Все Друзья На этом Мы Прощаемся Вот Мне Пожелайте Получать Как можно Больше Заказов А вам Как можно Больше Вырастить Это Единственный Практически Шанс Единственный Так Галина Блинова Благодарю За Я вас тоже Благодарю За то Что вы Это Все Выдержали Я Даже Не ожидал Потому что Темы были Среди Сложнейшие Еще раз Говорю Мы дети Бога Мы не ведаем Какой Сложности Из какой Сложности Организма Мы состоим То что Это Сделано То что Представляет собой Одна клетка И организм В целом Это не то что Там за миллионы лет Или 40 лет За 40 тысяч лет Обезьяна Преводил всех Ведь Это же Придумать Такое Это Даже Не Сумасшедший Дом Если В сумасшедшем Доме Прийти Устроить Общее Собрание Палата Номер Раз Палата Номер Шесть Обязательно Палата Номер Шесть Чтобы Там был Наполеон Там Железов Сидит Один Да Вот Там Сталин Там Ленин Вот Те которые Людей Расстреливали Вот И Допустим Человек Двести И я Перед ними Выступлю А Большинство Это Там Образованных Средне Образованных Не Выше Так Средне Техническое Большинство Будет Я Из этих Двухсот Человек 195 Убедю Что Не Мак Человек Это Просто Другая Тема Сегодня Мы Не Говорили Об Этим Вот Видите Не Даете Мне Не Даете Мне Смотрите Потому Что Письмами Завалили Кстати Далеко Ходить Не Надо В Дурдом Видели Вот Он Дурдом Вот Эти Вот Ребята Я Потом Покажу Это Официальный Сайт Вот Учитесь Дети Берем Пятилетнее Дерево Съем Пятилетнее Горшок Присыпем Куда Они Идут На продажу Вот Это Подлость Невиданная И Это На уровне Страны На уровне Государственной Программы Все Это Детей Учат Халту И Так Но Это Я Случайно Я Говорю Что Бог Жаль Что Бога Не Верят Бога Нет Бога Не Это Не Боятся Это Мы Дам Увидели У Этой Дамы Представляете У Этой Дамы Грибы Ползают По штамбу И Нужен Высокий Штамб Чтобы Грибы Не Могли Залезть Это Это Самое То Ей Даже Уже В дурдом Это Нельзя Потому Что Ее Бо Там И Смели Сумасшедшие Дураки Это Разные Категории Дураки Сумасшедшие Сейчас Вам Покажу Все Все Равно Долистаем Все Равно Вот Она Искусственная Земля Видели Вот Они Вот Это Вот За Несколько Тысяч Силет И Сидит Несколько Умников Зарплату Получать Надо Создана Новая Теория Возникновения Жизни На Земле Жизнь На Земле Возникла Это Какой Дурью Надо Обладать Чтобы Это Что Придумать Такое Жизнь На Земле Я Клетку Показывал Господи Боже мой За 40 тысяч Лет Это Пусть 80 тысяч И Ведь Это Уже Научили Детей Вот 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 Этот Человек Бородатый Вот Его Дедушка Вот Это Отец Вот Это И Это Все Дает Право Убивать Вот Это Я На этом Хочу Закончить Дает Право Убивать Страшная Эта вещь Ребята Вот Так Наталья Спасибо Данила Ура С вами Спасибо Данила Вы Видимо Из Доречков А может И нет Сейчас Трудно Уже Рассудить Все Народ Начал Расходиться Мы С вами Тоже Как Высоцкий Пел Она Разотесь Сразу Согласился Ну и Разошелся Ну и Расходился Вот Я Так Расходился Не Могу Расстаться Все Пора Продолжение следует